Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи временно отменены приемы, исходы граждан, все вопросы и жалобы на бумаге. Обязательно ночью и немного на конечных. В Сочи начали дезинфицировать общественный транспорт. В Сочи стало на одного ветерана больше. Иван Мазуренко хочет встретить День Победы в Адлере. В Сочи начался сезон цветения сакуры. Японская вишня распустилась почти на месяц раньше срока. Больше ста человек не собираться на Кубани. Ограничивают проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев провел заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В условиях режима повышенной готовности переносятся все крупные спортивные и культурные мероприятия. Также вводится свободное посещение в школах и детских садах. Чтобы в сложившейся ситуации не вызвать спекуляцию на продуктах питания, глава региона дал поручение следить за ценами на социально значимые товары. В Сочи временно отменены приемы и исходы граждан. В связи с рекомендацией Министерства труда на территории всей страны изменен режим работы органов муниципальной власти. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Традиционные приемы жителей по вторникам и исходы граждан по четвергам в Сочи временно приостановлены. Жители просят обращаться в органы муниципальной власти письменно. Все вопросы будут рассмотрены дистанционно. В Сочи до 1 мая отменены концерты в Зимнем театре и органном зале. Причина – запрет в Краснодарском крае мероприятий с участием более 100 человек. В связи с этим концерты, спектакли и фестивали, намеченные с 18 марта до 1 мая, на площадках Зимнего театра и зала органа и камерной музыки отменены. Билеты можно вернуть за полную стоимость по месту приобретения. Дополнительные меры по санитарной обработке общественного транспорта разработаны в Сочи. Руководители всех предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров, переданы рекомендации, как следует организовать работу для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Рекомендации касаются защиты как пассажиров, так и водителей. И теперь к программе обязательного медосмотра перед выходом водителей на линию появились дополнения. Бесконтактное измерение температуры, инструкция о производственной гигиене. 825 единиц пассажирского автотранспорта ежедневно выходят на линии. Генеральная обработка проходит вечером. Нужно, чтобы после этого транспорт простоял закрытым не менее двух часов. Мы рекомендуем всем жителям города-курорта, а также нашим местным жителям, по возможности исключить оплату в общественном транспорте наличными средствами, воспользоваться либо банковскими картами, либо транспортными картами. Санитарная обработка, но уже более легкая, проходит и на конечных остановках в течение дня. При выходе на линию многие водители работают в перчатках, чтобы минимизировать контакт с наличными. На предприятии заключен договор о дополнительной со специализированной организации по обработке салонов автобусов дезинфицирующими средствами. Все средства, применяемые для дезинфекции, лицензированные и совершенно безопасны для пассажиров. После нанесения их на поручни, также на окна, на стекла, на пол, все это протирается и выветривается естественным путем. Кстати, в Москве и Подмосковье оплата наличными в общественном транспорте запрещена со вчерашнего дня. Правда, там довольно давно существует система транспортных карт. В Сочи она только начинает развиваться, так что такого строгого запрета вряд ли стоит ожидать. Ситуация в Сочи стабильная. Заболевших коронавирусной инфекцией в городе нет. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба в мэрии курорта, которое Алексей Копайгородский провел сегодня в новом формате в режиме видеоселекторной связи. На заседание были приглашены руководители надзорных и правоохранительных органов, депутатского корпуса, федеральных и региональных служб, крупных городских предприятий всех отраслей, в том числе аэропорта, РЖД и предприятий санаторно-курортной сферы. На связи с мэрией были все четыре района курорта. Сегодня мы с вами забрались в новом формате по городской селекторной видеосвязи, дабы исключить нахождение большого количества людей с учетом выполнения всех рекомендаций. Вчера вышло изменение в постановлении губернатора Краснодарского края Венимана Ивановича Кондратьева, запрещающее массовые мероприятия числом свыше ста человек. Самая главная задача, чтобы все вы и ваши коллективы оперативно отработали поручения президента Российской Федерации, губернатора Краснодарского края. Мэр подчеркнул, что руководители всех предприятий обязаны принять меры предосторожности и проводить с сотрудниками разъяснительную работу, особое внимание транспортным узлам. Международный аэропорт принимает в сутки 6-7 тысяч пассажиров. Все они проходят термометрический контроль. Контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, контролируется также состояние работников авиагавани. Меры профилактики предпринимаются и на железнодорожных вокзалах Сочи, усилят профилактическую работу и на въезде в город. Мэр поручил главам Адлерского и Лазаревского районов направить на это дополнительные силы и средства. Здесь Сергей Иванович Могурцовым согласен. Все въездные ворота в наш город, пост Магри и пост ПСО, должны быть обеспечены всем необходимым. Если нужно будет мерить каждый автобус приезжающих людей температуру, значит будем это делать. По информации Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, заболевших нет. Тестирование тех, кто вернулся из-за границы или болеет у РВИ, производится на базе специализированной лаборатории. Такая возможность появилась в Сочи пять дней назад. Мэр подчеркнул, что город должен быть полностью обеспечен необходимыми тест-системами. Мы, если делали 24-25 человек в сутки, то, начиная уже с сегодняшнего дня, едет нам усиление со Ставрополя, со Российской специалисты. И мы будем делать в день где-то до 300 человек. С сегодняшнего дня в школах и детских садах Сочи введен режим свободного посещения. Школьные каникулы будут продлены. Ученики будут дома с 21 марта по 11 апреля. В случае необходимости для начальных классов организуют дежурные группы вместимостью не более 15 человек. Дополнительные занятия и тренировки также будут отменены. На этот период каникулы в это время будут во многих регионах страны, поэтому ожидается приток отдыхающих. Уже на выходных мы ожидаем огромный поток жителей со всей страны, тех, кто привозит сюда свои семьи для того, чтобы провести здесь весенние каникулы. От того, как каждое отраслевое подразделение, как каждый хозяйствующий субъект подготовится к приему гостей и обеспечит необходимую санитарную эпидемиологическую обстановку на своей территории, на своих объектах, будет зависеть много. По поручению Алексея Копайгородского в городе работает горячая линия 112. Звонки в экстренную службу переводятся на специалистов городского оперативного штаба. На линии работают сотрудники Министерства здравоохранения края, Департамента курортов и туризма, Управление потребительского рынка, Управление гражданской обороны. Работу оперативного штаба проверил сегодня глава Сочи. Он отметил, что все звонки должны приниматься круглосуточно. Люди, прибывшие в Сочи из тех стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, обязаны передать данные о времени и месте их пребывания на горячую линию Минздрава Краснодарского края по телефону 8 800 2366. Вся информация будет передана главному врачу поликлиники по месту пребывания. Он свяжется с пациентом и дистанционно оформит ему больничный лист для карантина. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Общественные слушания по утверждению генплана Краснодара начнутся уже в апреле. Как отметил глава региона, содержание документа должно быть максимально доведено до жителей города. Проект долго вызвал бурные обсуждения. На его разработку ушли годы. Местные власти и общественники наконец договорились. Какое будущее ждет кубанскую столицу и на что будет сделан акцент в новом генеральном плане. Об этом в следующем сюжете. Только по официальным данным за последние несколько лет население Краснодара увеличилось на 400 тысяч человек. Это стало причиной проблем, которые начали тормозить развитие города. Их и должен решить новый генеральный план. Красный цвет определяет зону многоэтажной жилой застройки. Желтый цвет определяет зону индивидуального жилищного строительства. Примерно так выглядит новый портрет Краснодара. Каждый район, квартал и улица кропотливо исследованы метр за метром. Общественник Владислав Амирханов, один из разработчиков генплана, показывает, где в будущем разместятся школы и детские сады, а где зеленые зоны. Что самое главное, участки уже закреплены. Учтены в документе и новые дороги, там где их не хватает. Действующий на сегодняшний день генеральный план разрабатывался в 2012 году и утверждался. Соответственно, с 2012 года в него вносили множественные изменения. Когда исключали зоны транспортной инфраструктуры, переводили это в зону жилой застройки и, соответственно, получили вот такое, как говорится, лоскутное одеяло. Губернатор края не раз называл устаревший генплан строительной вакханалией. Он соответствует явно не интересам горожан, а застройщиков. Например, то, что на бумаге считалось парком или сквером, на деле загадочным образом превращалось в жилые дома и коммерческие постройки. За разработкой нового генплана годы споров и обсуждений. Подготовкой документа занялась питерская компания. Было проанализировано больше ста схем, по которым город строился с 2012 года. В целом работу разделили на 10 этапов. Сегодня новый генплан уже передан в мэрию Краснодара. А после документ предстанет на суд общественности. Ведь именно местным жителям решать, какое будущее ждет краевую столицу. Генплан города отвечает должным интересам всех жителей нашей краевой столицы. Вы поймите, генплан – это же не межусобойчик. Не межусобойчик. Генплан – это конституция, градостроительная конституция, еще раз подчеркиваю нашего, с вами Краснодара. И вот какой мы создадим нашу конституцию, таким будет наш город. Вот такой город мы передадим нашим детям, внукам и последующим поколениям. Именно такой. Сегодня, я хочу сказать, что то, что мы приняли от наших отцов и дедов, оно комфортно. А то, что сами строим, по-разному. Только давайте строить так, чтобы было комфортно и им, ну и нам, я думаю, мы успеем вот в таком городе пожить. Мы сейчас полностью согласны о том, чтобы генеральный план вынести на обсуждение и утвердить его. Новый генплан станет руководством к действию как минимум до 2040 года. Разработчики проанализировали, что к этому времени численность населения Краснодара превысит 3 миллиона человек. А значит, увеличится потребность в социальной инфраструктуре. Сегодня в краевой столице работает 91 школа, а через 20 лет их понадобится на сотню больше. Такая же ситуация с детскими садами и поликлиниками. Новый генеральный план как раз позволит зарезервировать земли под будущие социальные объекты. Документ в целом определит для застройщиков, на каких участках можно работать и как. Вениамин Кондратьев отметил, что градостроительная конституция должна стать прозрачной абсолютно для всех. В ручном режиме, друзья, зеленых зон не понасохраняешь. Потому что сейчас идет акция в городе. То есть, куда я доехал, там сохранили. Куда не доехал, там вырубили. Где я появился, там что-то там начали строить. Не появился. За место детского сада или потенциальной школы может появиться там непонятно что. Не может так быть. Не может. Ну, в ручном режиме краевая столица не может строиться. Должна быть прозрачная конституция, конституция градостроительная, то есть генеральный план. И тогда будет прозрачным деятельность и чиновников, и застройщиков. И все будут понимать, что и на каком этапе можно строить, на каком участке, а что нельзя. Вот этого я добиваюсь. Прозрачности. Конечно, генеральный план предусматривает не только строительство новых социальных и инженерных объектов. Просьба, которая не раз звучала от жителей города, оставить неприкосновенным исторический центр Краснодара. Архитектурные ценности из прошлого не должны соседствовать с современными высотками. Очень важно сохранить для последующих поколений то наследие, которое дошло до нас. И передать ту историю города, о которой будут рассказывать нашим внукам, правнукам. И поэтому каждый дом в старом центре Краснодара сегодня – это, по сути, наша память. Опыт питерской компании в разработке генплана Краснодара можно применить и в курортных городах, уверен губернатор. Однако это будет совсем другой подход. Ведь позаботиться нужно не только о комфорте жителей, но и гостей региона. У нас есть еще и приморские города очень хорошие. И, поверьте, они тоже нуждаются в таком современном принципиальном подходе. И только приморские города еще тоньше будет работа, потому что это курортные города для всей страны. Поэтому там надо продумывать транспортную логистику, и пешеходную, инфраструктурную, развлекательную, досуговую, любую логистику с учетом того, что там будет людей кратно больше, кратно, чем проживает в том или ином курортном городе. Вот это очень важно. Всем должно быть комфортно. Даже в самый пик сезона всем должно быть комфортно. В любом нашем курортном Приморском городе. Уход от точечного строительства и бескомпромиссное сохранение парков и скверов. За время разработки документа от краснодарцев поступило сотни предложений, как сделать город еще лучше. Все пожелания уже учтены. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 19 марта в Сочи облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 8-10 градусов выше нуля. Температура морской воды 10 градусов. В Красной Поляне облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем 5-7 градусов выше нуля. Рабочий день главы региона сегодня проходит в Брюховецком районе. Вениамин Кондратьев посетил ряд социальных объектов и производств муниципалитета. Губернатор осмотрел предприятие по выращиванию и разведению уток. Здесь птицы находятся под чутким контролем компьютерной системы, которая рассчитана на 40 дней от корма. Еще год назад в этих помещениях выращивали кроликов. Но на российском рынке более востребованным оказалось мясо уток. Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент продукции. Более 15 наименований. Мы взяли очень плотное направление по именно сетевой группе. Это Южный федеральный округ, Москва, Санкт-Петербург сейчас. Сейчас заключаем контракты Приморья. То есть, по сути, охвачена достаточно вся Российская Федерация. Вот я посмотрел, как вы развиваетесь. Были кролики. Я уже сказал, вы почувствовали, что рынок проседает, и вы быстро перешли на утку. Но не менее большой ваш успех в том, что сейчас мы видим на этом столе. Вы не только можете вырастить утку, ее забить, превратить в продукт, который можно продать, в мясо. Вы умеете подать, подать и довести вот это утиное мясо до конечного потребителя. Упаковка, я и хочу сказать, не отличается, но если мы вчера или позавчера говорили, европейская, то это уже ваша, это уже наша упаковка, и это на самом деле для Кубани горд. То есть, я еще раз подчеркиваю, надо, чтобы, единственное, что вопрос расширения стал очень серьезным, и мы готовы здесь максимально поддержать. Предприятие уже успело стать одним из крупнейших игроков на рынке. В прошлом году утки из Брюховецкого района были признаны лучшими на краевом конкурсе, сделанном на Кубани. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 18 марта 1945 года авиация союзников совершила самый мощный налет на Берлин. Он длился более часа. Всего на город было сброшено более трех тысяч бомб. В это время в Чехословакии наши войска в результате наступательных боев заняли пять населенных пунктов. За 18 марта на всех фронтах уничтожено 126 немецких танков, сбито 117 самолетов противника. На Балтийском море советскими войсками взят город Порт-Кольберг. В боях участвовали войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова и 1-я польская армия генерал-лейтенанта Поплавского. Немецкое командование приказывало стоять до последнего солдата. Для устрашения эсэсовцы повесили нескольких солдат гражданских. На груди укрепили таблички. «Я повешен за то, что рано хотел эвакуироваться. Я повешен за то, что плохо воевал». Тем не менее, порт был взят. В честь этого события в Москве был дан салют – 12 артиллерийских залпов. На подступах к Кёнигсбергу советские войска продвинулись на 4 километра. Сжимая кольцо окружения, заняли около 40 населенных пунктов. В плен взято более 800 немецких солдат и офицеров. Газета «Красная звезда» сообщает о том, что на организации «Осавиахима» возложена задача полностью разминировать к весне побережья Азовского и Черного моря. Немецкие захватчики оставили там огромное количество снарядов. Взрывоопасной техникой засорены районы рыболовных промыслов. А в Риге открыт мост через западную двину. По нему запущено автомобильное, пешеходное и трамвайное движение. Старый мост был взорван немцами. Круглые сутки строители и сами рижане возводили опоры, строили настелы. Мост был сдан раньше срока – на 10 дней. 18 марта ушел из жизни герой Сталинградской битвы маршал Советского Союза Василий Чуйков. Во время Великой Отечественной он командовал 62-й армией, которая в течение полугода героически обороняла Сталинград. За героизм армию переименовали в 8-ю гвардейскую, во главе которой Чуйков стоял до окончания войны. За действия по освобождению правобережной Украины, за участие в Висло-Одерской операции, стал дважды героем Советского Союза. После войны являлся главкомом сухопутных сил СССР и начальником гражданской обороны. Согласно завещанию, похоронен в Волгограде у подножия памятника Родина-Мать. Наш телеканал продолжает и серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в городе Сочи. Сегодня наш рассказ об инвалиде Великой Отечественной войны Иване Мазуренко. Утром большая семья собирается за чашкой чая. Обсуждают планы на новую жизнь. Иван Мазуренко совсем недавно переехал с супругой в Сочи на постоянное место жительства. Здесь у участника Великой Отечественной войны живет дочь. Иван Григорьевич родом из Воронежской области. Когда началась война, ему было всего 16. Кто был артиллерист, кто танкист, все к нас это учили. И как нам стало же по 18 лет, потому что до 18 лет на фронт не брали. Тогда уже нас приняли и распределили нас по дивизионам. Я попал в 10-й воздушную десантную дивизию. Я был уже настоящий артиллерист. Иван Мазуренко был командиром противотанкового орудия. Сражался в составе 3-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Кривого Рога – Молдавии, Югославии и Болгарии. В Австрии Иван Григорьевич получил тяжелые ранения в артиллерийской дуэли с немецкой самоходкой «Фердинанд». Уже был уничтожен «Фердинанд» и другие эти части. Ну а дальше уже я обнимал. Ну командир дивизиона дал свою машину. Меня вывезли с этого боя и отправили уже в тыл. И полгода в Венгрии меня лечили. Ну и сейчас еще в полкотомнице. В Венгрии меня вот так трясло, я уже чувствовал, что уже у меня конец будет. Оказывается, что зимой малярия заболела. Представьте себе. А наши что, как хирурги были, там не было. И уже этот ихний врач сразу меня вылечил, и я встал на ногами. Там же в госпитале узнал о победе. Говорит, помнит этот день и сейчас. В этом году впервые 9 мая Иван Мазуренко будет отмечать Невродной Воронежской области. В соцзащите Сочи пообещали, устроят для ветерана настоящий праздник. Иван Григорьевич уже встал на учет в Совете ветеранов в Адлерском районе. Заносим в список и назначаем выплаты по решению городского собрания, которые у нас производятся выплаты. Сейчас выплаты производятся к 75-летию победы. Сегодня в Адлерском районе Сочи живет 613 ветеранов, участники и инвалиды войны, узники концлагерей, блокадники и труженики тыла. Вместе с ними Иван Мазуренко 9 мая примет участие во всех торжественных мероприятиях к юбилею победы. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. С 29 марта аэропорт Сочи переходит на работу по новому летнему расписанию, действие которого продлится до конца октября. В этот период полеты в Сочи будут выполнять 28 авиакомпаний из 67 городов. Летом запланировано выполнение рейсов по 9 международным направлениям. В Дубай, Душанбе, Ереван, Минск, Нур-Султан, Ригу, Стамбул, Ташкент и Тель-Авит. Расширение географии полетов по внутрироссийским направлениям планирует авиакомпания S7 Airlines. Так, с 28 апреля планируется запустить рейсы из Иркутска. Выполняться они будут по вторникам, с конца мая, дополнительно по четвергам и с июня, в том числе по воскресеньям. С 30 марта Аэрофлот приступит к выполнению рейсов по маршруту Красноярск-Сочи пять раз в неделю. С 30 мая Ираэра запустит рейсы в Сочи из Москвы, Пензы и Уфы. Авиакомпания Smartavia приступит к выполнению рейсов из Архангельска, Белгорода, Иваново, Мурманска, Калининграда, Омска, Сыктывкара и Уфы с 1 июня. Из трех московских аэропортов рейсы в Сочи запланированы у 16 авиакомпаний, из Санкт-Петербурга у 9. Таким образом, для перелета из крупнейших городов России на Черноморское побережье пассажиры смогут выбрать любой удобный день и время. В Сочи научат спасать дельфинов. Специальное методическое пособие разработали сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа». В нем рассказывается о действиях, которые нужно совершать при обнаружении пострадавших и погибших китообразных. Пособие доступно в электронном виде для всех желающих. Скачать его можно на сайте Центра спасения китообразных «Дельфа». С июля благодаря фонду президентских грантов тренинги по оказанию помощи дельфинам уже прошли в различных городах Черноморского побережья, а также в Москве, где их участниками стали более 600 человек. Горячий сезон гибели китообразных приходится на весну, когда ведется более активное рыболовство. Ослаблен иммунитет, загрязнена вода. 500 экземпляров печатной версии пособия планируется распространить среди волонтеров Центра и организаций, желающих участвовать в решении проблем сохранения дельфинов Черного моря. А в Сочи начался сезон цветения. Сакуры, нежно-белые и розовые цветки японской вишни распустились почти на месяц раньше срока. В сочинском дендрарии более двух десятков сортов сакуры. Обычно она начинает цвести в начале апреля. Раннее цветение началось в период февральских окон. Погода была необычно теплая и сухая. Температура воздуха днем достигала 25 градусов. У нас в коллекции собрано больше 22 сортов. Сейчас началась первая волна цветения. Но у нас больше 10 тех, которые цветут в первую волну цветения. А так больше 50 растений. Мы постоянно пополняем коллекцию. В этом году мы заложили новую аллею сакур. Поэтому мы стараемся, чтобы это было красиво, это было приятно и привлекательно. Обильное цветение сакуры, по словам специалистов, продлится еще 10 дней. В этом году совпали сроки цветения многих растений. Жители и гости курорта могут полюбоваться камелиями, листопадными магнолиями, коррелепсисами, форзицией и другими деревьями и кустарниками. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Facebook, Instagram, Одноклассниках, Telegram и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube, «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.